Всем привет народ, с вами инструктор Дэн Найс, мафиозник. Да-да, сегодня мы поговорим на тему того, как же можно вступить в мафию, какие мафии существуют в нашем штате, и что вообще для этого нужно. Начнем с того, что вам необходимо быть в штате более двух лет, а именно, кто не понимает, как считать года в игре, то это IC информация. По-нашему это второй или больше уровень. Посмотреть его можно, нажав M, меню персонажа, и тут ваш уровень. Я на данный момент, получается, 15 лет в штате. Дальше в каждую мафию принимают почти сразу всех игроков, но имейте ввиду, что с пятого ранга в мафии вам нужно будет иметь соответствующий ник и внешность. Сразу же пример, если вы пришли в японскую мафию, к примеру, то с пятого ранга вам нужно иметь японскую внешность, это в основном очень бледная кожа. Сменить внешность можно в больнице у хирурга, вот так он выглядит. Также для японской мафии надо иметь японский никнейм, написанный на английском языке. Никнейм можно поменять за 30 донатпоинтов, это ровно 30 рублей. Или можно выполнить любое достижение из списка. Теперь я расскажу о всех мафиях, которые там существуют, и о всех IC названиях, то есть как они называются под прикрытием. А именно, русская мафия, их территория обозначается такой белой группировкой на карте. IC перекрытие русское посольство, это мафия для людей с русскими никами и светлой кожей, в принципе логично. Армянская мафия, обозначается на карте бордовой группировкой. IC информация очень схожа с ранее названной группировкой, то есть армянское посольство. Также нужны армянские никнеймы. В принципе в дальнейшем никнеймы должны соответствовать национальности мафии. Итальянская мафия, их прикрытие винодельня Ла Коза Ностра, ЛК, обозначается на карте оранжевой группировкой, итальянские никнеймы, соответственно. Мексиканская мафия, обозначается на карте зеленой группировкой, IC информация мексиканское охранное предприятие. И наконец-то последняя мафия в нашем штате, японская мафия. Их прикрытие называется японское посольство, отмечено на карте красной группировкой. Теперь вы знаете и примерно понимаете, в какую мафию хотите вступить. Чтобы вступить, вам нужно прийти к группировке, к их воротам и сказать охране примерно так. Я хочу вступить к вам. И название их по IC. Или же во время приема, когда будет тестирование, вас и так спросят, куда вы пришли. И там вы ответите, я пришел на вступление в рэп-школу, к примеру. Также при себе желательно иметь сумму денег в размере 5000 долларов. Хотя это тоже надо означать, так как в разных мафиях разные суммы на вступление. Эти деньги будут сносом в фракцию. В дальнейшем они вам вернутся в виде оружия и других ништяков. После того, как вы передадите проверяющему деньги, начнется разного вида тестирования. Первый это психологический тест. В нем будет проверяться, как вы понимаете, ОС и IC информация. Например, вас могут спросить, что находится у проверяющего над головой. Ни в коем случае не говорите, что там находится его никнейм. Говорите что-то наподобие, там находится дерево, потолок, небо. Вторая часть теста это термины. Вас начнут опрашивать в войс или же в чат по сокращениям сервера. Вам начнут называть разные сокращения. И тут внимание. Когда вас начнут спрашивать сокращения по IC в голосовой чат, а именно вас спросят, например, что такое ЗЗ. По ОС, ЗЗ это зеленая зона, мирная территория, наподобие банка, стройки или же там стартового спауна. Но по IC информации, вы должны придумать абсолютно любое другое слово и даже глупость какую-то. Например, вас спрашивают в голосовой чат, что такое ЗЗ. И вы отвечаете, загорелый заяц. Что такое ПГ? Паркур Григория. Ну и так далее. А вот когда вас спросят сокращения в нон-рп чат, тогда вы уже отвечаете своими словами, что знаете о сокращениях, которые вас спросят. Сейчас вы можете видеть у себя на экранах основные из них и что они означают. Не рекомендую дословно объяснять, как тут написано. Попытайтесь объяснить их своими словами, чтобы проверяющий не подумал, что вы их где-то подсматриваете и вы ничего не учили. А все ответы придумайте сами. И наконец-таки третья часть. Тут я смогу только примерно подсказать, как эта часть будет выглядеть. Так как данное задание является, наверное, самым непредсказуемым и полностью зависит от вашего понимания команд Me, Do и Try. Команды Me. Это когда вы что-то делаете от третьего лица, пишется маленькими буквами все, достают документы, например. Do. Нахождение конкретного примета где-то пишется с большой буквы и с точкой на конце, обязательно. Документы в кармане, бутылка на столе, лопата на земле, ну или на полу, ну всякое бывает. Через Do можно что-то спросить, если человек об этом знает. То есть, например, слэш Do, что в карманах у человека напротив. В основном такая команда используется, когда вас обыскивает полицейский. Также, когда вас спрашивают в Do, вы обязательно через Do должны ответить правду и только правду. Try. Слэш Try это когда есть ситуация, в которых вы не уверены, что вы можете что-то сделать со 100% вероятностью. Пишется все маленькими буквами. Попытался докинуть камень до самолета. Это глупо, я знаю. Но это просто пример, чтобы вы поняли. Само собой, может вывести так же, как удачно, так и неудачно. Это просто для примера. После того, как вас примут в банду, вам кинут в Дискорд канал, в котором будет больше информации о повышениях, выездах, мероприятиях и о других приколюхах. Если вас интересует более подробный пример, переходите по ссылке выше, или же в описании будет ссылка на видео, в котором показан более подробный пример о том, как проходит тестирование. С вами был, как всегда, Дэн Найс. Вот такой вот новенький обучающий ролик. Немного не в моем стиле. Напишите в комментарии, как он вам. Интересно, познавательно или весело даже. Поставь лайк и подпишись, если не подписан. А с тобой был Дэн Найс. Спасибо за просмотр и увидимся уже совсем скоро. Всем добра, тебе вобра, мне пора. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok